МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире конференция дискуссии. Альбом из 15 песен, посвященных 150-летию Великого Кумитаса. Крупная немецкая инвестиционная компания посадит 150 гектаров садов в Арцахе. До конца года в 50% школах Армении будут лабораторией работотехники Армад. Исламское государство снова попыталось отбить земли в Сирии. 30 сентября – это Международный день перевода. В пятницу, 18 октября, 18.30, по адресу Гренобль, улица Союзников, 35-38-100, состоится конференция-дискуссия «Правовая проблема Армян-Западной Армении и столетий Северского договора». Приглашенным докладчиком будут господин Арменак Абрамян, президент Национального совета Западной Армении, госпожа Лидия Маркусян, член парламента Западной Армении. На конференции будут обсуждаться правовые обязательства Турции, некоторых государств и международных организаций перед армянским народом и Западной Армении. На конференции также будут обсуждаться новые вызовы, стоящие перед армянским народом в Западной Армении в рамках процесса национального восстановления, а также стратегические, правовые и политические механизмы реализации, основанные на государственном устройстве. Для более подробной информации обратитесь по электронному адресу. Недавно мы завершили работу над альбомом из 15 песен танцев, посвященных 150-летию Великого Комитаса, при поддержке председателя Национального совета Западной Армении Арменака Абрамяна. В альбоме представлены 15 веселых песен, большинство из которых были найдены и записаны Комитасом в Западной Армении. Альбом включает в себя ритуальные свадебные песни, а также песни о любви. Альбом был записан квинтетом Хазер во главе с арт-директором Анино Васардян. Записи начались в конце 2019 года и закончились в конце сентября. Берлинская арт-гостиница, возглавляемая почетным консулом Армении в Германии Алексом Терминосяном, также сыграла важную роль в создании альбома. Дизайн альбома сделал Макарты Читаде Васян. Альбом записан в Гюмли, в Art Music Studio, звукооператор Артур Егиязарян. Свяжитесь с нами по адресу, чтобы получить компакт-диск. Мы с нетерпением ждем новой работы, которая подчеркнет культурные ценности нашей страны. Запросите свой CD, написав на этот электронный адрес. Арай Карутюнян, президент правящей партии Арцаха, Свободная Родина, на своей странице в Facebook разместил следующий пост. На днях я находился с рабочим визитом в Мюнхене и Женеве, где встретился с руководителями известных европейских компаний, инвестирующих в гидроэнергетику Арцаха. Основной темой обсуждения были вовлечения этих компаний в сельскохозяйственный сектор Арцаха. Я рад сообщить, что с немецкой компанией было достигнуто окончательное соглашение о посадке 150 гектаров гранатов и грецких орехов в регионах Мартакерт и Мартуни. Работы начнутся в ближайшие недели, и это будет частью более крупного плана по созданию более 10 тысяч гектаров новых садов в Арцахе. В школах Армении с сентября 2019 года начали функционировать 284 инженерной лаборатории Армат. Около 340 кружков, в которые вовлечены более 7500 учеников. Как сообщили Армен Пресс, при службе Монкс по решению правительства Армении для расширения данной программы Союзу предприятий передовых технологий дополнительно было представлено 834 миллиона драмов, в рамках которых до конца года число лабораторий удвоится. 5 из 284 новых лабораторий откроются в Ереване, остальные 279 в школах Лоры, Ширака и Тавуша. Уже в конце года при помощи государственных и частных инвестиций в школах Армении будет действовать около 580 лабораторий почти все школы Лоры и Ширака, и Тавуша будут оснащены новыми лабораториями. К концу 2019 года около 50% школ Армении будут оснащены инженерными лабораториями Армат. Сирийская арабская армия отбила масштабную атаку боевиков исламского государства в регионе Бадия-Аль-Шам на востоке страны. Об этом сообщает Аль-Маздар-Ньюс. Сообщается также, что столкновение произошло на границе с провинцией Дер-Эзор и Хомс. После интенсивного, но короткого сражения террористы понесли потери убитыми и ранеными, были вынуждены отступить. По информации издания, это уже третья за последнюю неделю серьезная атака ИГИЛ на правительственные войска в этой части Сирии. Источники, связанные с повстанцами, сообщили, что исламистам удалось захватить у сирийской арабской армии город Аль-Сукна. В результате внезапного нападения, но в армии эту информацию опровергли, заявив, что город находился под ее полным контролем. В 2017 году Генассамблея ООН на своем очередном заседании единогласно приняла резолюцию, в которой признается роль профессионального перевода в объединении народов в содействии миру, пониманию и развитию. И 30 сентября было объявлено Международным днем перевода, пишет Calend.ru. Цель новой международной даты подтвердить, что профессиональный перевод, как ремесло, искусство, выбирает важную роль в достижении целей и соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций, сближения народов, содействия, диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству, обеспечении развития и укрепления международного мира и также безопасности. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Абербан Комитаса. Абербан Комитаса Абербан Комитаса Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!